МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня четверг, 1 августа. Телекомпания Соль-ТВ представляет программу Новый взгляд. В студии Александр Чухлинов. Смотрите в выпуске. День Мойдодыра. В кранах Боровска появилась горячая вода. Дискриминации. Бой. Новые правила приема на работу в действии. Дежурные выпуска. На вопросы телезрителей отвечает юрист. И в завершении прогноз погоды на завтра. На последнем совещании по поводу подключения горячей воды в северной части города было принято решение в воде быть с 1 августа. Решение сказано и записано в протокол. О том, воплотилось ли оно в жизнь, расскажет Евгения Константинова. Жаркое лето Соликамска для всех жителей северной части города стало проблемой. И это не из-за погоды. В начале июня в Боровске отключили горячую воду. Причина – плановая чистка бойлера. Работа по плану должна была быть выполнена в течение двух недель. Но прошло 14 дней, 15, 20. А о том, что из крана должна бежать горячая вода, говорили лишь красные отметки на вентилях. В СМИ стала появляться информация. Каждая газета, каждое радио и телевидение Соликамска считало своим долгом рассказать о причинах неподключения. А причина одна – долги по платежам жителей северной части города за горячее водоснабжение. Через три недели тазичного периода в жизни боровчан в интернете стали появляться тематические карикатуры. Горячая вода – помним, скорбим. Юрий Можев на собственном опыте испытал, каково же это – жить без воды. Без горячей воды всегда плохо. Со стороны, конечно, поставщиков это неуважение к нам. Я понимаю, что многие неплательщики и без воды могут допойтись. Но те, кто платят, почему должны страдать? Два месяца без воды – это очень тяжело. Единственное спасение – это кама. Ладно, хорошо, нынче было теплое лето, и мы спасались, мылись ногами. Но дома практически мы не мылись. Хорошо еще спасала баня в собственном саду. Это еще нас выручало. А так, я не знаю, очень тяжело было. И мытье посуды, и стирка – это все затрудняло без горячей воды нашу жизнь. В администрации шли совещания за совещанием, на которых чиновники и ответственные руководители пытались найти решение – проблему взыскания долгов с горожан. И вот, наконец, официальные лица заявляют – вода пойдет в кран жителей Боровска с 1 августа. Пока мы готовили наш материал, нам поступил звонок о том, что горячую воду все-таки дали, и мы не смогли не упустить возможности помыться. Наконец-то, тазики и кастрюли можно убрать в сторону. И теперь с уверенностью можно сказать, что 1 августа для жителей Боровска – это праздник Майдадыра. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль-ТВ». Президент Российской Федерации отменил дискриминацию при приеме на работу. Теперь у работодателя гораздо меньше причин для отказа вам в трудоустройстве. Подробнее Илона Измайлова. Из года в год самым популярным разделом газет и страниц в интернете остается раздел «Свободных вакансий». Объявлений много, лишит всех – продавцов, охранников и даже руководителей. Вакансий много, но очередь в Центре занятости населения от этого не уменьшается. В чем причина – узнаем у специалиста. На сегодняшний день в Центре занятости вакансии 1424 граждан, ищущих работу 2036, безработных 879. Безработные – это те граждане, которым назначено пособие по безработице. А граждане ищущие работы – это люди, которые обратились в службу занятости в поисках работы. Возможно, они заняты, то есть работают, но хотят подобрать для них лучшее место работы. В общем, это приемлемо, допускается законом, поэтому это право гражданина. Работодатель имеет право отказать работнику в трудоустройстве, но причина отказа должна быть уважительная. В связи с появлением новой редакции закона о занятости в Российской Федерации, статья 25, в этой статье указано, пункт 6, о том, что они имеют право делать работодатель. В общем, для того, чтобы работодатель отказал работнику в трудоустройстве, для этого работодатель должен взвесить за и против. Иначе работник имеет право обратиться в суд, где, в общем-то, отстоит свою честь и достоинство, и работодатель, наверное, вынужден будет заплатить будущему несостоявшемуся работнику моральный вред и, скорее всего, наверное, вынужденную или потерянную выгоду, как сейчас говорят юристы. Поэтому нужно очень осторожно отказывать работников в трудоустройстве на основании того закона и того нового законодательства, которое сейчас подписано правительством Российской Федерации. В Центре занятости населения мы узнали о новых правилах и поправках в законе о трудоустройстве. Давайте попробуем в нем разобраться. Итак, действительно, 2 июля 2013 года президент подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о занятости населения в Российской Федерации. Данный закон снимает запреты при трудоустройстве, не связанной с деловыми качествами работника. Теперь работодатель в графе требования должен указать только профессиональные качества претендента, а отнюдь не пол, возраст, семейное положение и так далее. Несоблюдение данного запрета повлечет наложение штрафа на юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Однако не все организации, по-видимому, знают о законе и продолжают указывать эти параметры в графе требования к работнику. Как мы видим, объявлений много. Давайте позвоним работодателям и узнаем, примут ли они на работу девушку, несоответствующую их требованию. Мебель, здравствуйте, Оксана. Оксана, здравствуйте. Я звоню по поводу вакансии. Вот сборщик мебели меня интересует. Скажите, какие требования? Упыт работы. И все. Ну, опыт работы есть? Да, опыт работы есть. Если опыт работы есть, молодой человек пусть подходит? Нет, смотрите, я ищу работу себе. Вы сами хотите? Да. А корпусу, это же тяжело. Или вы только мужчин принимаете? Мужчин принимаю. Мы обзвонили 20 организаций, и лишь в трех из них нам не отказали во встрече. Несмотря на то, что кандидат не подходит по их требованиям. Работодатель не имеет права отказывать по следующим требованиям. Возраст, пол, семейное положение и так далее. Работодатель может указать только профессиональные требования. Наше расследование подошло к концу, и результаты неутешительны. То, что дискриминация при приеме на работу исчезнет с объявлений, это факт. Однако, как с этим бороться в реальной жизни, до сих пор остается загадкой. Илона Измайлова, Анатолий Сеснин, телекомпания Соль-ТВ. Сейчас короткая реклама, а сразу после дежурный выпуска и прогноз погоды на завтра. Не переключайтесь. Работа для творческих и активных. Телеканал Соль-ТВ приглашает команду сотрудников. Вакансия, оператор, менеджер отдела продаж. Зарплата, оклад, плюс процент. Творческий подход, инициативность обязательная. Звонить по телефону 707-83. Звонить по телефону 707-83. Творческий подход, инициативность обязательная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы рассмотрим вопрос, в каких случаях срок отработки при увольнении сокращается с двух недель до трех дней. Сразу же нужно сказать, что трудовым законодательством подобная ситуация не предусмотрена. Но в случае, если работник поступил в образовательное учреждение, либо выходит на пенсию, в иных ситуациях, случаях, а также в случае установленного нарушения работодателем трудового законодательства, работник имеет право в заявлении об увольнении указать любой срок на увольнение. И работодатель обязан уволить работника в указанный срок. И помните, необходимо знать свои права и уметь их защищать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телекомпания Соль-ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. С вами был Александр Щуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. 2 августа температура воздуха остановится на отметке 22 градуса тепла. Атмосферное давление 739 мм ртутного столба. Ветер восточный 4 м в секунду. Без осадков. Редактор субтитров А.Семкин